Томатный сок. Повесть о женщине с другого времени. В юности у меня было много разных компаний. Они приплетались телами или делами. Постоянно появлялись и исчезали новые люди. Молодые души жили словно в блендере. Одним из таких друзей, взявшихся ниоткуда, был Семен. Разгильдя из хорошей ленинградской семьи. То и другое было обязательным условием попадания в наш социум. Не сказать, чтобы мы иных не брали, отнюдь. Просто наши пути не пересекались. В 90-е, разгильдяя из плохих семей, уходили в ОПГ, либо просто скользили по пролетарской наклонной. Они, разгильдяя из хороших семей, либо создавали бизнесы, либо скользили по научной наклонной. Кстати, чаще всего в том же финансовом направлении, что и пролетарии. Мы же, этакая позолоченная молодежь, прожигали жизнь, зная, что генетика из семейной запасы never let us down. Семен, надо сказать, пытался что-то делать. Работал переводчиком, приторговывал какими-то золотыми изделиями, иногда бомбил на отцовской машине. Он был очень старательным, честным и сострадающим, что в те времена едва ли было конкурентным преимуществом. Помню, сколько мы не занимались извозом, обязательно находились в пассажирах, с которыми Сеня разбалтывался и денег потом не брал. И еще он был очень привязан к родне, с которой познакомил и меня. Семьи у нас были похожи. Молодые родители, тщетно пытавшиеся найти себя в лихом постсоциализме, и старшее поколение, чья роль вырастала неизмеримо в смутное время распада СССР. Эти стальные люди, родившиеся в России в начале XX века и выжившие в его кровавых водах, стали несущими стенами в каждой семье. Они справедливо считали, что внуков доверять детям нельзя, так как ребенок не может воспитать ребенка. В итоге в семье чаще всего оказывались бабушки и дедушки и два поколения одинаково неразумных детей. Бабушку Семена звали Лидия Львовна. Есть несущие стены, в которых можно прорубить арку. Но об Лидии Львовна затупился бы любой перфоратор. В момент нашей встречи ей было к восьмидесяти. Ровесница, так сказать, октября, презиравшая этот самый октябрь всей душой, но считавшая ниже своего достоинства разума с ним бороться. Она была аристократка без аристократических корней, хотя и пролетариат, и крестьянство, и ее генеалогическое древо обошли. В жилых местами виднелись следы Моисея, о чем Лидия Львовна говорила так. В любом приличном человеке должна быть еврейская кровь, но не больше, чем булки в котлетах. Она была крепка здоровьем и настолько в здравом уме, что у некоторых это вызывало классовую ненависть. Час беседы с Лидией Львовной заменял год в университете с точки зрения знаний энциклопедических и был бесценен с точки зрения знаний жизни. Чувство собственного достоинства соперничало в ней лишь с тяжестью характера и беспощадностью сарказма. Еще она была весьма состоятельна, проживала одна в двухкомнатной квартире Нерелеева и часто выезжала на дачу, что, безусловно, для нас с Семеном было важнее всего остального. Секс в машине нравился не всем, а секс в хорошей квартире. Почти всем. Мы с Семеном секс любили, и он отвечал нам взаимностью, посылая различных барышин для кратко- и среднесрочных отношений. Кроме того, Лидия Львовна всегда была источником пропитания, иногда денег, и немногим чаще хорошего коньяка. Она все понимала и считала сей оброк не больно тягостным, к тому же любила внука. А любить она умела. Это, кстати, не все могут себе позволить. Боятся. Бабушка Лида не боялась ничего. Гордая, независимая, с прекрасным вкусом и безупречными манерами, с ухоженными руками, скромными, но дорогими украшениями, она до сих пор является для меня примером того, какой должна быть женщина в любом возрасте. Цитатника этой женщины можно было бы издавать, но мы, болваны, запомнили не так много. Докторская диссертация в голове не дает права женщине эту голову не мыть. Мы с Семеном соглашались. Деньги полезны в старости и вредны в юности. Мы с Семеном не соглашались. Мужчина не может жить только без той женщины, которая может жить без него. Мы с Семеном не имели четкой позиции. Сеня, ты пропал на две недели. Этого даже Зощенко себе не позволял. Писатель, я так понимаю, в свое время проявлял к Лиде Львову неинтерес. Бабушка, а почему ты сама мне не могла позвонить? Пытался отбояриться Семен. Я и Зощенко не навязывалась, а тебе, Болтус, уж подавно не собираюсь. Тем более, у тебя все равно кончатся деньги, и ты придешь, но будешь чувствовать себя неблагодарной свиней. Радость невеликая, но все же. Семен чуть ли не на руке себе чернилами писал позвонить бабушке, но все равно забывал. И его, как и меня, кстати, друзья называли бабушка-зависимой. Я знаю, что здесь происходит, когда меня нет. Но если я хоть раз обнаружу этому доказательство, ваш дом свиданий закроется на бесконечное проветривание. Именно у Лиди Львовной я обрел навыки высококлассной уборщицы. Потеря такого будуара была бы для нас катастрофой. Значит так, в этой квартире единовременно может находиться только одна кроличья пара. Моя комната неприкосновенна. И, кстати, запомните еще вот что. Судя по вашему поведению, в зрелом возрасте у вас будут сложности с верностью. Так вот, спать с любовницей на кровати жены может только в конец опустившийся неудачник. Считайте, что моя кровать — это ваше будущее семейное ложе. Семен при своем полном разгильдяйстве и цинизме защищал бабушкину комнату как деньги от хулиганов. То есть всеми возможными способами. Эта принципиальность стоила ему дружбу с одним товарищем, но внушила уважение всем оставшимся. — Сеня, единственное, что ты должен беречь, — это здоровье. Болеть дорого. И, поверь мне, денег у тебя не будет никогда. Бабушка не ошиблась, к сожалению. Сеня становится похожим лицом на мать, а характером на отца. Лучше бы наоборот. Эту фразу Лидия Львовна произнесла в присутствии обоих родителей Семена. Тетя Лена взглядом прожгла свекровь насквозь. Дядя Леша фрагматично поинтересовался, а чем тебе Ленке на лицо не нравится? И стал разглядывать жену, как будто и правда засомневался. Проезд по его характеру остался незамеченным. Лене на лицо мне очень нравится, но оно совершенно не идет мужчине, как и твой характер. Лидия Львовна либо действительно имела в виду то, что сказала, либо пожалела невестку. Я с тетей Тани иду в филармонию. С ней будет ее внучка. Прекрасная девушка. Ты можешь меня встретить и познакомиться с ней. Мне кажется, она захочет подобрать тебя, когда ты будешь никому не нужен. Внучка тетя Тани подобрала другого. И как подобрала? Хорошая невестка. Бывшая невестка. И вместе со свидетельством о разводе бывшие жены Сениного отца получали уведомления о, наконец, свалившейся на них любви бывшей уже свекрови. Семен, если ты говоришь девушке, что любишь ее только ради того, чтобы затащить ее в постель, ты не просто мерзавец. Ты малодушный и бездарный мерзавец. Надо сказать, этот урок мы усвоили, но, по крайней мере, я точно. Честность и открытость в помыслах всегда была залогом спокойного сна, быстрого решения противоположной стороны и дружеских отношений в дальнейшем, независимо от наличия эротической составляющей. Эх, мальчики, в старости может быть либо плохо, либо очень плохо. Хорошо в старости быть не может. Впоследствии я встречал немало относительно счастливых пожилых людей и не меньше несчастных молодых. Мне кажется, люди изначально живут в одном возрасте, и когда их личностный возраст совпадает с биологическим, они счастливы. Смотришь на Джагера, ему всегда 25. А сколько 30-летних, у которых жизненные силы едва на 70? Скучные, брюзжащие, потухшие. Лидия Львовна, как мне кажется, была счастлива лет в 35-40. В том чудном возрасте, когда женщина еще прекрасна, но уже мудра. Когда ищет кого-то, но уже может жить одна. Случилось так, что мне однажды не повезло. Точнее, повезло. Я имел счастье общаться с Лидией Львовной в совершенно неожиданных обстоятельствах. А начиналось все весьма прозаично. Я был отставлен своей пассией, пребывал в тоске и лечился загулом. Из всего инструментария, необходимого для этого, постоянно у меня имелось только желание. Однако иногда мне удавалось так впиться в какую-нибудь сокурсницу или подругу сокурсницы, что появлялся повод попросить усенние ключи от бабушкиных апартаментов. По проверенной информации, Лидия Львовна должна была уехать на дачу. С ключами в кармане и похотью в голове я пригласил девушку якобы в кино. Встретились мы часа за два до сеанса, и мой коварный план был таков. Сказать, что бабушка просила зайти проверить, выключила ли она утюг. Предложить чаю, а потом неожиданно напасть. С девушкой мы страстно целовались в подъезде, и, судя по реакции на мои уже тогда распустившиеся руки, шансы на победу были велики. Знакомить подругу со своими родственниками я не собирался, и поэтому представить апартамент Лидии Львовна квартиры моей собственной бабушки не представлялось для меня такой уж проблемой. Фотографию Семёна я планировал убрать заранее, но, естественно, опоздал, и поэтому придумывал историю о неслыханной любви бабули к моему другу, в совместных каникулах и до слёз трогательной карточки, которую я сам сделал, и поэтому меня на ней нет. Селфи тогда не существовало. Всё шло по плану. Подруга так и распереживалась насчёт утюга, что я еле успевал бежать за ней. Мне вот интересно, если нас создали по образу и подобию, значит, Бог тоже когда-то был молод и вот так бежал по небу? В общем, лестница была взята штурмом с остановками на поцелуи. Конечно, эти юношеские страхи, а вдруг не согласиться, заставляют нас так торопиться, что иногда именно спешка всё и разрушает. С губами в губах я стал дрожащими руками пытаться запихать ключ в замочную скважину. Ключ не запихивался. Хорошее начало всплыл в памяти классический каламбур. Да, я сама. Моя любимая женская фраза. Зацелованная девушка нежно вставила ключ. Повернула. И... Дом взорвался. Точнее, взорвался весь мир. Кто там? Спросила Лидия Львовна. Это Саша. Ответил из космоса совершенно чужой мне голос. После этого дверь открылась. Не знаю, что случилось в моих мозгах, но экспромт я выдал занятный. Бабуль, привет. А мы зашли проверить утюг, как ты просила. До сих пор не могу понять, как у меня хватило наглости на такой уход. Знаете, у интеллигенции есть прекрасное понятие. Неудобный перед. Объяснить его другой касте невозможно. Речь не о грубости или хамстве в чей-то адрес. И даже не об ущемлении интересов. Это какое-то странное переживание, что подумает или почувствует другой человек, если ты сотворишь нечто, что, как тебе кажется, не соответствует его представлениям о мировой гармонии. Очень часто те, перед кем нам неудобно, искренне удивились бы, узная они о наших метаниях. Мне было крайне неудобно перед юной подружкой за то, что я привел ее в чужой дом с очевидной целью. И это чувство победило неудобство перед Лидией Львовной. Думала она ровно секунду. Улыбнувшись уголками глаз, дама вступила в игру. — Спасибо, но, видишь ли, я на дачу не поехала. Чувствую себя не очень хорошо. Проходите. Чаи выпейте. — Знакомьтесь, это... Со страху я забыл имя девушки. То есть совсем. Такое до сих пор иногда со мной происходит. Я могу неожиданно забыть имя достаточно близкого мне человека. Это ужасно, но именно тогда я придумал выход из столь затруднительного положения. Я неожиданно полез в карман за телефоном. Тогда только появились Эриксона небольшого размера. Сделал вид, что мне позвонили. — Извините, я отвечу. И, изображая разговор по телефону, стал внимательно слушать, как моя девушка представляется моей бабушке. — Катя, лидия Львовна, проходите, пожалуйста. Я тут же закончил псевдоразговор, и мы прошли на кухню. Я бы даже сказал кухоньку, тесную и неудобную, с окном, выходящим на стену противоположного дома. Но это была, пожалуй, лучшая кухня в Петербурге. У многих вся жизнь похожа на такую кухню, несмотря на наличие пентхаусов и вилл. — Катя, чай будете? Лидия Львовна учила ко всем обращаться на «вы», особенно к младшим и к обслуживающему персоналу. — Помню лекцию. — Когда-нибудь у тебя будет водитель. — Так вот, всегда, я повторяю, всегда будь с ним на «вы». Даже если он твой ровесник и работает у тебя десять лет. «Вы» — это броня, за которую можно спрятаться от жлобства и хамства. Лидия Львовна достала чашки, поставила их на блюдце. Также достала молочник, заварной чайник, серебряные ложки. Положила малиновое варенье в фрустальную вазочку. Так Лидия Львовна пила чай всегда. В этом не было надуманности или вычурности. Для нее это было так же естественно, как говорить «здравствуйте», а не «здрасте», не ходить по дому в халате и посещать врачей, имея при себе небольшой презент. Катина глаза приняли форму блюдец. Она тут же пошла мыть руки. — Эх, Сашка, ты даже имени ее не помнишь. Лидия Львовна тепло и с какой-то печалью посмотрела на меня. — Спасибо вам большое. Простите, я не знал, что делать. — Не переживай, я понимаю, ты же воспитанный мальчик. Неудобно перед девушкой, она еще молоденькая, должна соблюдать приличие и по чужим квартирам не ходить. Имея случайно забыл честное слово. — А что с Ксенией? Как я уже сказал, я недавно расстался со своей девушкой. Мы встречались несколько лет и часто бывали в гостях, в том числе у Лидии Львовны. Но, если честно, она меня бросила. Жаль, хорошая девушка. Хотя я понимала, что все этим кончится. — Почему? — Ксению я любил, а разрыв переживал достаточно тяжело. — Понимаешь, ей не очень важны хорошие и даже уникальные качества, составляющие основу твоей личности. А принимать твои недостатки, которые являются обратной стороной этих качеств, она не готова. Честно скажу, я тогда не понял, о чем она говорит. И потом еще долго пытался изменить в людях какие-то черты характера, не сознавая, что именно они являются неотъемлемым преданным к восхищавшим меня добродетелям. Вдруг по лицу Лидии Львовны пробежала тревога. — Сашенька, ты только сильно продолжай дружить. Он хороший парень, добрый, но нет в нем ярости, а она должна быть у мужчины хотя бы иногда. Я очень за него волнуюсь. Присмотришь за ним? У тебя все в жизни получится, а у него нет. Пусть хоть друзья достойные рядом будут. Обещаешь? Я впервые видел какую-то беспомощность во взгляде этой сильнейшей из всех знакомых мне женщин. Самая большая плата за счастье любить кого-то — это неизбежная боль от бессилия помочь. Рано или поздно это обязательно случается. Катя вернулась из ванной комнаты, мы выпили крепко заваренного чая, поговорили о чем-то и ушли. Через неделю Лидия Львовна умерла во сне. Сеня так и не успел к ней заехать, потому что мы опять куда-то вмотали на выходные. Месяца через два мы поехали с ним в Москву. Красная стрела, купе — целое приключение для двух оболтусов. В нашу келью заглянул буфетчик, и я попросил к водке, припасенной заранее, томатного сока. Открыл, налил полный стакан и взглянул на Сеню. Он смотрел на мой сок и плакал. Ну, точнее, слезы остановились прямо на краю глаза и вот-вот должны были прорвать плотину. — Сенька, что случилось? — Бабушка. Она всегда просила покупать ей томатный сок. Сеня отвернулся, потому что мальчики не плачут при мальчиках. Через несколько минут, когда он вновь посмотрел на меня, это уже был другой Сеня. Совсем другой. Старее и старше. Светлый, но уже не такой яркий. Его лицо было похоже на песок, который только что окатила волна. Бабушка ушла. И он, наконец, в это поверил. Как и в то, что больше никто никогда не будет любить его. Так. Тогда я понял, что когда умирает близкий человек, мы в одну секунду испытываем боль, равную всему теплу, какой получили от него за бесчисленные мгновения жизни рядом. Некие космические весы выравниваются. И Бог, и физики спокойны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok